На встрече было отмечено, что среди ярких побед золото на всероссийских соревнованиях школьной лиги самбо время первых. Первое общекомандное место на летней спартакиаде молодежи Кубани. Также сочинским спортсменам не было равных на чемпионате Европы по боксу. Ну а в городе прошло больше тысячи спортивных событий разного уровня, в том числе международных. Благодаря успехам многие сочинские спортсмены получили спортивные разряды, а 29 человек стали мастерами спорта. На курорте немало внимания уделяется развитию любительского спорта. Так, в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Сочи проведено 20 фестивалей ГТО. Количество участников в этом году увеличилось почти на 50% и составило порядка 55 тысяч жителей и гостей курорта. Третий год подряд на пляжных территориях проводится летний всеобуч по плаванию. В 2023 году количество пляжей, задействованных в программе, увеличилось с 6 до 49. В рамках муниципального проекта «Сочинское долголетие» также проводятся спортивно-оздоровительные занятия для всех желающих. Что касается спортивной инфраструктуры, то в прошлом году открыли зал единоборств в Кудепсе. Многофункциональный центр на Донской обустроили шесть футбольных полей. Сделали капремонт теннисных кортов в школе номер один. В 2024 году будут продолжены программы по доступности спорта для населения. Агитбригада расширяет спектр инвентаря, экипировки и всех тех мероприятий, которые связаны. То же самое, все выходные мы должны организовать, чтобы дети занимались спортом, свободными играми, спортивными и так далее. Вот активности самое основное. В этом году запланировано продолжение реализации проекта «Самбо в школу». Также в рамках развития отрасли физическая культура и спорт до 2026 года в Сочи планируется построить еще 16 спортивных объектов.